Во мне достаточно тоже сильно развитое ощущение, как бы сказать, собственного достоинства, которое зачастую связано с понятием свободы, моей личной свободы. Я, например, весь содрогался и терпеть не мог, когда становился одной из крупиц общего стада, когда мною пытались командовать как кусочком этого стада. Я никогда не разрешал ни одному режиссеру на меня орать. Товстоногов, который был достаточно крутой, особенно в первые годы его прихода в театр, молодой, был человек очень горячий, очень эмоциональный. И он, ну что, греха торить, он иногда мог и повысить голос. На меня ни разу в жизни за 33 года он не повысил голос. Причем я никак не демонстрировал этого своего качества, но так было. Иван Александрович Пырьев, у которого я снимался, про которого ходят легенды, как он палкой бил людей. Я, в общем, был свидетелем таких кучек. За все время съемок он ни разу, ни только не заорал на меня, но не повысил просто голоса даже. Вероятно, это происходило от того, что они чувствовали, что я этого не потерплю. И последствия могли бы быть самыми непредсказуемыми. Поэтому вот в этом смысле у меня ощущение свободы и ощущение какого-то чувства собственного достоинства, они сливаются. 22 мая. Зал ресторации превратилось в залу благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних. Многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мэри одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть, где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном в толпе народа стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз своей богини. Она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце. Танцы начались польским, потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились. Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями. Пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи – счастливую эпоху мушек из черной тофты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану. Эта княжна Леговская принесносная девчонка. Вообразите, толкнула меня и не извинилась. Да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет. Это бесподобно. И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить. «За этим дело не станет», – отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату. Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами. Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество. Ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она непрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка голову на бок, и мы пустились. Я не знаю талии, более сладострастной и гибкой. Ее свежее дыхание касалось моего лица. Иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. Я сделал три тура. Она вальсирует удивительно хорошо. Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое «Мерси, месье». После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид. Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость. Что вы меня нашли дерзким? Неужели это правда? И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? Отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии. Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения. И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались. Вам это будет довольно трудно. Отчего же? Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, нечасто будут повторяться. Это значит, подумал я, что их двери для меня навеки закрыты. Знаете, княжна, сказал я с некоторой досадой, никогда не должна отвергать кающегося преступника. С отчаянием он может делаться еще вдвое преступнее, и тогда хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны. Он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и переменялся с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне. Он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны, заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплом дишкантом, «Пермете!» «Ну, да что тут? Просто ангажирую вас на мазурку!» «Что вам угодно!» произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умаляющий взгляд. «Что же?» сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками. «Разве вам не угодно?» «Я таки опять имею честь вас ангажировать в пур-мазур!» «Вы, может, думаете, что я пьян?» «Это ничего, гораздо свободнее, могу вас уверить!» «Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования!» «Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться. «Потому прибавил я, что княжна давно уже обещала станцевать мазурку со мной!» «Ну, нечего делать!» «Делать в другой раз!» сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату. «Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом!» Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все. Та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек. «Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы», прибавила она. «Но признайтесь, вы этому одни виною. Вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли?» Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай. Кадрильи тянулись ужасно долго. Наконец с хор загремела мазурка, мы с княжной уселись. Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела. «Вы странный человек», сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись. «Я не хотел с вами знакомиться», продолжал я, «потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно». «Вы напрасно боялись, они все прискушные». «Все?» «Неужели все?» Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно. «Все!» «Даже мой друг Грушницкий?» «А он ваш друг?» сказала она, показывая некоторые сомнения. «Да». «Он, конечно, не входит в разряд скучных, но в разряд несчастных», сказал я, смеясь. «Конечно». «А вам смешно?» «Я б желала, чтобы вы были на его месте». «Что ж, я был сам некогда юнкером, и право, это самое лучшее время моей жизни». «А разве он юнкер?» сказала она быстро. И потом прибавила, «А я думала...» «Что вы думали?» «Ничего. Кто эта дама?» Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался. «Вот мазурка кончилась, и мы распростились. До свидания». Там и разъехались. Я пошел ужинать. 23 мая. Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне. Какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом, «Благодарю тебя, Печорин. Ты понимаешь меня?» «Нет». «Да во всяком случае не стоит благодарности», отвечал я, «Я не имея точно на совести никакого благодеяния». «Как? А вчера ты разве забыл? Меря мне все рассказала. А что? Разве у вас уж нынче все общее и благодарность?» «Послушай», — сказал Грушницкий, «очень важно». «Пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok